Добрый день. У микрофона Ольга Балезина. У нас в гостях сегодня директор филиала ПАО МТС в Кировской области Алексей Пахомов. Да. Привет, Ольга. Здравствуйте. Хотела начать нашу беседу с коронавируса. А теперь вот все чаще приходится задумываться, номер один ли эта тема уже вот осенью, спустя полгода после того, как все началось. Как по вашим ощущениям? Слушайте, ну это еще очень долго будет, я думаю, темой номер один, потому что коронавирус достаточно серьезно повлиял на нашу жизнь, на нашу работу. И мир, я думаю, вот у меня есть уверенность, что мир никогда не будет прежним. И мир, и бизнес в том числе перестраивается под, в общем-то, новые реалии. И, кстати, благодаря, в общем-то, ему, вот как говорится, есть же поговорка, да, что после войны, после кризисов обычно всегда появляется что-то новое, умирает что-то старое. И зачастую появление новых сервисов, оно как раз, в общем-то, и связано с какими-то такими потрясениями. А я все-таки считаю, что коронавирус – это потрясение. А вот новые реалии для вас – это что? Это всеобщий, возможно, страх? Или то, что мы начали понимать, что ничто нестабильно, вообще совершенно и непредсказуемо? Или что-то другое? Экономика? Вы же понимаете, что это связано со здоровьем людей, и это самое ценное, наверное, что у нас есть. Это жизнь, это наша жизнь. Поняли, что это очень хрупко. И наше здоровье, да, абсолютно точно. И когда вся эта история началась, вы знаете, когда это все в Китае начиналось, я очень хорошо помню свои ощущения, я думал, что это где-то там происходит. Где-то там в Китае они там что-то там съели, сейчас вылечится по-быстренькому, в общем-то. И все это закончится. Но вот видите, все это переросло в то, что сейчас в моем кругу, наверное, так же, как и в вашем уже, появляются люди, вполне конкретные люди, которые переболевают. Кто-то тяжело, кто-то легко, и тем не менее это носит определенный вред, конечно, их здоровью. И самое главное, что это действительно пугает. Самое главное, что для меня, как человека из бизнеса, для бизнеса крайне важны правила игры и понимание, как ты будешь жить через 5 лет, через 10 лет, ты как-то простраиваешь свою стратегию, и ты думаешь потом, как этот бизнес будет кормить твоих детей. Но как бы коронавирус как раз показал, что очень все это хрупко, как вы правильно сказали. Может случится что-то такое, что все ваши планы пойдут на смарку. Ну да, мы и кое-что сами о себе поняли, что почему-то не готовы. Конечно. Есть плюсы определенные. То есть люди начинают пользоваться новыми сервисами. Те, допустим, кафе, рестораны, которые раньше были не готовы делать доставку. Сейчас, мне кажется, они просто не выжили, если бы они не перестроились и не начали оказывать новые услуги. Но это, в общем-то, и нас, и телекоммуникация тоже касается. А вы вот какие услуги ввели и действуют ли они сейчас? Смотрите, мы, с одной стороны, где-то приобрели, где-то мы потеряли. Я могу сказать точно, что мы потеряли на роуминге, потому что люди просто перестали выезжать за границу. Соответственно, роуминга фактически не было. Мы просто по нашим абонентам, по роумерам, можем вам сказать, что у нас туристический поток упал 4,5 раза. А сейчас восстанавливается по роумингу? Да, конечно. Сейчас идет, конечно, резкий всплеск относительно предыдущих трех месяцев, но он не вышел на цифры прошлого года. А известно ли, куда поехали кировчане отдыхать за границу сейчас? Ну или им по работе, там, не знаю, лечиться? Сейчас я вот вам не могу в моменте сказать. Я, опять же, вам могу сказать там топ-5 стран, куда кировчане ездили за этот период. Ну, я могу сказать, исходя из наших абонентов, в топе получился это Египет, это Арабские Эмираты, это Беларусь и это Таиланд. И еще Турция. Понятно, что Таиланд был связан с тем, что это была зима. Люди еще успели в этом году туда съездить. Турция попала, естественно, тогда, когда она открылась одной из первых, так же, как Египет. И вы же видите, да, что люди сразу поехали туда. Это же видно по нашим социальным сетям. А вот смотрите, во время пандемии мы оказались дома, и многие начали осваивать звонки и общаться чаще по работе, вот Zoom-конференции, используя другие какие-то программы. Как вы оцениваете показатели по использованию интернета? Ну, смотрите, у нас, когда, в общем-то, все это только началось, мне это было похоже на такую, знаете, затянувшуюся новогоднюю ночь. Потому что у нас идет очень высокая нагрузка в новогодние праздники, когда люди поздравляют друг друга, связываются через интернет, Skype, Zoom и так далее. У нас трафик вырос на 30% просто моментально. Потому что, в общем-то, люди ушли на удаленную работу, на удаленное обучение. Он вырос у нас как на фиксированной сети, на домашнем интернете, так и на мобильном. А сейчас как? Он спал, он, конечно, не такой, как в пиковые месяцы именно вот самой пандемии. Я, на самом деле, не придаю этому какого-то там такого колоссального значения, потому что у нас, в общем-то, сеть к этому готова. Мы же перевариваем ваши звонки и смс-ки в новогоднюю ночь. Поэтому мы абсолютно спокойно это все переварили. У нас даже был запас по нашей инфраструктуре. Вот когда все люди были на карантине, у меня, в общем-то, бригады, которые занимаются развитием инфраструктуры, они работали в полный рост. То есть у нас, например, в Оричах, в Слободском, в Налинске, в Уржуме устанавливали дополнительное оборудование, базовые станции. Продолжал работать и развиваться проект по развитию инфраструктуры в малых населенных пунктах, которые мы с Ростелеком, с правительством Кировской области подписали. Мы работали, в общем-то, в усиленном режиме, я бы даже сказал. Кстати, кого тогда переводили из сотрудников на удаленку? Конечно, у меня все сотрудники, которые раньше работали на фронте, продажи, собственно, это B2B, конечно, они ушли на удаленку у меня тогда. Когда мы 1 сентября, в общем-то, открылись и призвали людей обратно в офисы, первое, что мы сделали, мы всех проверили на коронавирус. Плюс ко всему, мы держим руку на пульсе, и если у нас вдруг появляется подозрение на корону, мы проверяем сразу человека и его коллектив, с кем он контактировал. Клиент, конечно, предупредил, но у нас, слава богу, в корпоративном отделе все спокойно в этом плане, слава богу. Вы упомянули проект с Ростелекомом по доступности интернета в малых населенных пунктах. Это действительно, вот сейчас оказалось, наверное, не знаю, там, может быть, вы даже получали какие-то просьбы, давайте скорее. Что будет в итоге, и что уже к данному моменту вы успели сделать? Проект уже близится к завершению. Порядка 17 тысяч абонентов получат доступ к мобильному интернету, ну и, собственно, к мобильной связи. Это как раз малые населенные пункты, при этом ни копейки государственных денег там потрачено не было. Это совместная работа двух компаний, я имею в виду с точки зрения финансов. А качество интернета там будет на уровне областного центра? Смотрите, там история следующая. Во-первых, там не очень много абонентов живет, поэтому там, конечно, не нужны такие мощности, как, например, в центре Кирова. Это, во-первых. Во-вторых, мы понимаем, что не всем абонентам он вообще нужен. В основном это люди пожилого возраста, им нужно поговорить, например, с родственниками по скайпу или через WhatsApp, посмотреть в интернете там какие-то новости, и поэтому мы развиваем там две истории. Первая – это small cell, это когда мы предоставляем LTE в том числе, и нас, где мы даем 3G. 3G, в принципе, достаточно для таких малых населенных пунктов, когда там не было вообще ничего, люди получили связь и мобильный интернет. Что касается Кирова, нам, наверное, хочется тут что-то уже более современное. Есть у компании МТС какие-то технологические планы, мечты, которые уже можно озвучивать? Я могу, я вас могу обрадовать, в общем-то, пользуйтесь, и сейчас самыми передовыми нашими разработками мы, в общем-то, работаем в формате, назовем его так, LTE+, да, то есть это высокоскоростной доступ в интернет и выше только 5G. Компания МТС получила частоты 5G, конечно, они там будут разворачиваться, в первую очередь, в тестовых зонах, в крупных городах, в миллионниках. Про Киров пока речи не идет, но вы же также понимаете, что так же как LTE, это получит свое развитие, когда появится устройство 5G. Они уже начинают появляться, но они пока, конечно, очень дорогие, но тем не менее они есть. На данный момент я могу точно сказать абсолютно, что у нас, пожалуй, самая совершенная сеть, мы, например, сейчас первая и, по-моему, пока единственная, запустили LTE 4G, NB и YT. Это специальная сеть, которая позволяет работать умным устройством. Она нужна как раз бизнесу, кто использует умные решения. Одной из самых главных новинок для кировчан мы запустили Волте, то есть это Voice of LTE. Сейчас весь голос, все ваши телефонные вызовы идут через LTE. Что это значит? Да, еще раз нужно, что это значит. Да, это означает, что у вас повышается качество голоса. То есть вы, когда разговариваете с абонентом, если вы находитесь в LTE и он в LTE, то как будто вы находитесь рядом. Ну, это качество, скажем так, связи самой. Конечно, если вы не находитесь в режиме LTE, находитесь 3G, 2G, конечно, вы будете разговаривать там. Но, тем не менее, качество голоса сильно увеличилось. И есть еще такая фишка прикольная, такая опция, которая называется Wi-Fi Calling. Вы можете быть в своей домашней сети Wi-Fi, разговаривать по телефону, и ваш трафик идет не через наши сети, инфраструктуру, а через Wi-Fi, через фиксированный интернет. Особенно это оценят как раз те, кто выезжает за границу, например, и не хочется сильно тратиться на роуминг. Он просто подключается к Wi-Fi сети отеля и начинает просто звонить. Если возвращаться к теме различных сервисов, которые были введены компанией МТС во время пандемии, что показало наибольшую эффективность и было настолько востребовано, что вы будете это дальше развивать? Или, может быть, был еще какой-то запрос на совершенно неожиданные вещи? Все стали следить за своим здоровьем, все хотят знать. Вот я сейчас заходил к вам в редакцию, да, у меня сразу померили температуру здесь вот на руке. А есть же такие предприятия, где прям поток людей заходит, и если вы сейчас всем начнете вот так мерить обычным термометром температуру, там будет пробка. Поэтому вот, например, тепловизоры. Себе в офисе сразу установили тепловизоры. Решили попробовать вовнутрь этот продукт, поиграли с ним, и в ВИАТГУ сейчас стоит умная рамка как раз с тепловизором. И если вот вы сейчас придете в ВИАТГУ, то вы прям увидите себя на мониторе, и он у вас там покажет, какая у вас температура тела. И, естественно, если она будет повышенная, то вы услышите звуковой сигнал, и, скорее всего, человек на охране. А потом сирена зазвучит уже сразу. Ну, сирена какой-то не будет, но как бы вас просто перемерят температуру вручную и попытаются как-то выяснить, что с вами. Ну и плюс ко всему еще сама рамка. То есть вот это как бы история такая неожиданная. Плюс, поскольку люди ушли на работу на удаленку, стали как раз пользоваться именно услуги, связанные с облачными сервисами, с работой по удаленке. Такая услуга, как мобильный сотрудник, стала сразу очень популярна для того, чтобы руководители, владельцы бизнеса могли отслеживать нахождение, например, их автомобилей или курьерские службы. Те люди, которые раньше это не использовали, сейчас это очень активно используются. То есть это востребовано, да. Прямо контроль за своими сотрудниками, потому что это дополнительные вложения чаще всего. Сейчас бизнес не очень хорошо себя чувствует, кажется, что там экономят на всем. Это не очень дорого. Тут весь вопрос потерь. То есть вы просто можете больше потерять. Плюс ко всему люди поняли, что нет смысла некоторых людей, например, выводить именно на работу в офис. Они абсолютно спокойно, эффективно работают дома, поэтому нужно что же понимать, как они работают. Удовлетворяет ли работа сотрудника на дому и закрывает ли она потребности бизнеса вашего. То есть вы платите деньги за ту услугу, которую вы там ожидаете или все-таки там что-то не так. Плюс ко всему человеку нужно предоставить все те же самые инструменты, которыми он владел в офисе. Это как раз история про наши облачные сервисы, доступы с удаленного рабочего места, чтобы все сотрудники могли быть в одном информационном поле и документы обороте, если хотите. Ну вот если так, как говорится, не вдаваться там глубоко в детали, потому что мы сейчас, знаете, об этом с вами можем очень долго говорить. И это будет больше похоже на какой-то рекламный спич. Давайте. Давайте не про рекламный спич, а еще про тренды. И вот там компания закрывает розничные точки. С одной стороны, это понятно, потому что, ну, все уходит в онлайн и без всяких там коронавирусов. Очень удобно там, не знаю, стоя в очереди где-нибудь за кофе, параллельно порешать какие-то там свои дела. Но все равно людям требуется и живое общение. Что здесь побеждает? И еще вот одна вещь про кофе, кстати. Кстати, да, там, конкуренты ваши развивают новый формат розницы плюс кофейни, например. Формат новых офисов, слушайте, ну я только приветствую. Мы тоже экспериментируем с розницей. У нас тоже в крупных городах, в Москве особенно, имеются такие салоны, где мы проводим различные эксперименты и с открытой выкладкой. И, пожалуйста, тебе кофе. И ты можешь там же получить посылку из озона. Есть стенды, где ты можешь посмотреть, как работает телевизор, тут же купить фиксированный интернет. А что побеждает? Слушайте, ну побеждает онлайн. Люди уже все меньше и меньше приходят за какими-то простыми услугами, например. Раньше очень большой был запрос на детализацию. Сейчас этот человек может абсолютно спокойно сделать у себя в приложении мой МТС. И поэтому это общий тренд. Да, есть люди, которые, конечно, привыкли к живому общению, особенно это люди старшего поколения. Но я могу сказать, что сейчас особенно вот как раз пандемия толкнула людей в эти онлайн-сервисы. А в Кирове будете что-нибудь либо закрывать, либо перепрофилировать? Есть те вот видения? Да, мы сократили розницу на 10% здесь и, в общем-то, мы не почувствовали каких-то проблем с потоком, с обслуживанием абонентов. Сейчас, наверное, как-то трудно оценивать этот год, потому что мы в Кировской области были продолжительное время закрыты фактически. То есть у нас была закрыта большая часть салонов, а те салоны, которые работали, они работали вот по особым требованиям. Мы не продавали оборудование, работали в режиме, знаете, как это, пункта выдачи интернет-магазина. Пока до сих пор тот поток, который был до пандемии, он не восстановился. И я думаю, что уже не восстановится, потому что люди почувствовали, как удобно пользоваться онлайн-сервисами, и просто вот у них отпала такая необходимость. Розница сокращается у операторов, и это абсолютно такая нормальная история. Завершая нашу беседу, я бы хотела вас попросить назвать три наиболее ярких, может быть, новых, может быть, старых тренда посткоронавирусных в сфере, не знаю, технологий, бизнеса, человеческого мировоззрения. Вы имеете в виду то, что останется с нами навсегда? Ну, навсегда это слишком громко сказано. Первый момент – это то, что люди были не готовы к таким потрясениям. То есть мы живем с вами, вроде бы, казалось бы, в неспокойное время с точки зрения того, что происходит в мире, но тем не менее есть вещи, которые сильнее и выше всего этого. И вот как раз история с коронавирусом показала, что мир очень хрупок, и здоровье человека тоже очень хрупкое. Это первое. Второе – то, что оно сильно меняет нашу жизнь. И третье – то, что мы к этому очень быстро привыкаем. Как бы мы ни говорили о том, что вот нам некомфортно, человек привыкает ко всему и в том числе к этому. И ровно поэтому сейчас по экспоненте растет развитие именно облачных сервисов, онлайн-сервисов. Знаете, есть такая штука, что сейчас это дорого, да, ну, кажется. То есть мы должны доплачивать курьеру, доплачивать. Вроде бы как это все закладывается в цену, лучше бы сам пришел. Но я могу предположить, что через какое-то время именно оффлайн, именно живое общение будет, скажем так, уделом богатых людей, которые смогут себе позволить иметь живого врача перед собой, понимаете, или получить образование не онлайн, а получить именно живое образование. Потому что я уверен, что 90% этих сервисов, в том числе обучение, уйдет в онлайн. Сейчас просто это видится как будущее, но я думаю, что это прямо вот рядышком. Ну и пока пугает немножко, ну, по крайней мере, вот школьное образование там. Я думаю, что все это уйдет в онлайн, я думаю, что еще при нашей жизни. Уже начинается. У нас в студии был Алексей Пахомов, директор филиала ПАУНТС в Кировской области. Спасибо за беседу. Спасибо, Ольга, спасибо, да.